Субтитры сделал DimaTorzok С улучшенной графикой Итак Я пока После предыдущей миссии за кадром С друзьями некоторое время Попроводил и Теперь малыш Джейкоб Может мне оружие привозить Я могу у него купить оружие Это довольно круто Чуть попозже с Дуэйном Можно будет завязать дружеские отношения Ну как завязать Начать Не завязать Мишель Паким Потом может будет Playboy X Нельзя Так И Фаустин Почему Фаустин до сих пор в контактах У меня интересно сидит Фаустин уже давно мертв И он нам И Елена Фаустин И его там семья Никогда нам не позвонит Уже Так что Этот номер без проблем стирать можно Короче Сегодня мы Повыполняем задание Дуэйна Ой-ой-ой Что за Такие подлагивания странные В прошлой серии В конце Мы переехали в новую квартирку Вот здесь Довольно прикольная квартирка Получилась Так Мы направляемся К Дуэйну Так Ну куда ты Собрался Да Дуэйну Я хотел вообще Сегодня записать Red Dead Redemption 2 Меня давно просили Но Там осложнение Серьезное Тормозить сильно При записи игра Без записи не тормозить А вот Запись уже жутко Вообще тормозит 2 или 3 фпс Наверное Выдают Поэтому Разбираться будем Как сделать так Чтобы не тормозило Ладно Направляемся К Дуэйну Будем выполнять Его задание Андрес To kill Дуэйн Как сам Да так себе И так как поживаешь Я спекся Я больше не могу Так То есть В тюрьме Было гораздо проще Чем в этом дюрьме Уверен Оно так было Да Ну это Псюнахер мужик Понимаешь Раньше у меня было Все Я управлял Живыми кварталами Похрану Все такое прочее А теперь я никто Да вы так Давай все вернем Не чувак Я не могу У меня больше Не осталось сил Мне слишком часто Ты калеб Нож в спину Понимаешь Твари Они повсюду Чувак Я сделаю для тебя Чего нибудь Не забил Да ладно Прекрати Будешь жалким Что ты потерял Черт мужик Этот клуб Было настоящее место Для солидных людей Оно располагалось В бахане На Дрилл Стрит И назывался Клуб Треугольник Это было по-настоящему Классное место Понимаешь Но меня взяли Когда меня взяли Слушай Я выкинул Кудр-рейдеров Никаких проблем Чувак Ты настоящий друг Я перед тобой И в долгу Давай поговорим Об этом попозже Так Вспоезжайте В стриптиз-клуб Вот это вот Мне меньше всего Вообще нравится Детская площадка Здесь есть Но Заметьте Что Ни в одной ГТА Не было детей Может быть Шестой ГТА Появится Но Так ГТА не было Ни в одной Ни в одной ГТА Не было детей Ну не подростков Только взрослые были Владивосток Как выключить тебя вообще Владивосток Русское радио Я все таки русский Хотя оно и не играет Это любимая радиостанция Таких людей Как Дмитрий Раскалов Михаил Фаустин Владимир Глебов То есть Влад Которого мы убили В четвертой серии Первого сезона еще Ну вот так Туннели Люблю туннели Жалко у нас в городе Только нет Ну как там есть такой Мини туннельчик Где там метров пять Наверное Брюси звонит Йо Нико Это Брюси Как насчет Позрить В России Я еду поглазить На голых Но этот раз по работе Не для удовольствия Входим как-нибудь другой раз До встречи Мы-то не сходим Я не хочу туда вообще В то место Которое мне не нравится Вот там Здесь Для дела Уйдет Ой Похигеть Так Нужно спрятать оружие Потому что в клубе Мне запрещают Оружие носить Итак Убейте трех менеджеров Стриптиз клуба Сейчас детей Уберут Я думаю От экранов И Заходим в эту дверь Послушайте разговоры И узнаете Где находятся эти менеджеры Чувак Где Хосе В задней части Но он не хочет Чтоб к нему Тут полез Ты ведь знаешь Как ему сложно Сосредоточиться Как он подкакивает Крался в щекам И сейчас я чуть не понял Это еще что такое было Как он улетел туда Блин Не повезло Я по-моему вообще первый раз умер В этой игре А может и не первый раз Я честно говоря не помню совсем Наверное это тот охранник Который выходил из Знаете-ка что Давайте таксишку Вызовем Это Подберем Потому что я не хочу В такую даль Тащиться Еще раз Искать таксишку Не придется Это очень хорошо Надо было Наверное сразу Поехать на такси Поехать на такси Спасибо большое Поехать на такси 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 так так один кажется готов стоп не сюда нет петли так это комната для удовольствие так скажем да поехали а ну стойте м м дней но в адресном том что больше не будет платы не было любой не обрадуются мне что ты имеешь или он все еще имеют как мы видят дела с гангстерами которые не имели пусть все это и будет дерьмо почувствует пожалуй он в основном еще по имени и делал в фу господи обойное задание было ее можно было сдохнуть без проблем план куда мы отправимся теперь мы наверно отправимся к рыбачины давайте краю бачи в тень хотя давать хотя нет мы давно к фрэнсису не отправлялись давайте ка сделаем исключение на этот раз все Интересно, он никого в багажнике не держит, случайно, на этой машине. Осторожно, осторожно. Так. Ого, это не так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дмитрий Алексеев talk to consciousness DimaTorzok vil CAR после ремонтии DimaTorzok Я хочу хоть что поменять. Чего? Один адвокат? Ты знаешь, что бедный билый воротничок взомнился критерами. Моралист, который фотографирует правильную душу, в общем, он не взял. А потом стукает свою жену на лицо. Ай-я-яй, да, хватит. Извини. Этого парня зовут Том Гольдберг. Так, похоже, это у него из-за меня. А он ведь дойдет этим до окружного, потом и до самого конгресса. Ясно. В общем так, тут либо я, либо он. И я бы хотел, чтобы это был, конечно, именно он. Достать его не так-то просто. У этого парня есть телохранитель-лимузин. Все дела. Тебе нужно сделать так, чтобы оказались не в душе вор. Не, на собеседовании. Да, мы сможем выкрызть нужные материалы. На собеседовании? Верин, это будет несложно. Ты эмигрант. Закон буквально вызывает их провести... Достанься только костюм, пожалуйста. Хорошо. Но мой костюм идеально подходит. Ты хороший человек, Нико Белик. Хороший человек. Возвращение от тебя, это значит много. Это значит. К сожалению, нас не пропустят туда в очках, почему-то нас туда не пропустят. Если мы снимем очки, все будет замечательно. А вот в очках не будет. Сначала нам бы... Только я не знаю, как снять очки. Ладно, я... Может в интернет... Может в этом... Может я сумею домой зайти? Нет, я домой не зайду. Нет, давайте сначала в интернет-кафе заедем. Может быть там не сразу надо будет это все выполнять. Там потом дадут возможность снять или дурацкие очки. Японский-то городовой, хотел сказать. А получилось как по-матерному. Простите. Приехали. У меня в принципе и дома интернет есть, но домой сейчас зайти нельзя. Челкните по ссылке в рекламное объявление юридической кампании. Окей. Вакансии. Отправим резюме. Резюме Никобеллика. Достичь максимально высокого положения моей профессии Liberty City. Беллик и Беллик. Адвокатская контора. Партнер работы при сфере криминального права. Дело о непредумышленных и умышленных убийствах. Наркоторговле, вымогательство, рэкетти, угонах машин. Успешные проведенные и выигранные процессы против коррумпированных лиц. В том числе и глав подразделений директоров компаний. Работа с зарождающимися рынками на Западной Индии, особенно Ямайки и Пуэр-Турико. Опыт работы в торговле товарами на зарождающихся рынках. Так, оптимизация компании путем трудного, но необходимого для сокращения штатов. Средиземноморские грузоперевозки. ЮДИС. Консультант. Подготовка иммиграционных документов. Ускорение таможенных процедур для клиентов. Работа с многочисленными европейскими рынками, в том числе и балканских государств Италии и России. Балканский миротворцы, стажер. Ой, сколько же здесь всего, а? Так устанешь читать, блин. Юристы появились в контактах. Ну ладно. Теперь можно домой наконец-то вернуться и снять там очки. Но перед этим мы поработаем на... Рэбачины, наверное. Я отослал резюме. Всегда мечтал с этим. Здесь, ты можешь быть кем угодно, это же страна возможностей. Любой дурак может стать президентом. Ты звони, когда узнаешь что-нибудь о собеседовании. Ладно, ладно. Юристы прислали сообщение. Наш ответ сейчас... Не работает. Наш офис сейчас не работает на ваше письмо. Ответ, как и первая же возможность. Благодарим вас. Ладно, я буду ждать вашего ответа. Там тоже перестрелка будет жесткая. И от полиции придется уходить. Это будет довольно тяжело. Я не знаю, где я просто спрашиваю. Аккуратнее, аккуратнее. Что еще? Нико, я в полном дерьме. Приезжай ко мне поскорее. Как на твоя крупная сделка? Да чувак вообще не рубит. Хочет прикрыть строительство. Поставил там мемориалы рабочих погибших из-за несчастных случаев. Долбанный Юсуф Амир. Да пошел он в жопу, короче. Проблемы тут посерьезнее. Хорошо, я приеду к тебе, плейбой. Договорились. А, это тоже нельзя. Может, это? И это нельзя. Ну, может, сюда. Наконец-то. Там будет интересное задание. У плейбоя. Кое-какое. С рыбачей на нас уберемся потом. С рыбачей на нас уберемся. Пути-пути, ну ладно. Так же быть. О, столик на одном у нас есть прекрасный балак. Я здесь сколько вы еще и его за это рей. О, что же вы сразу не сказали. Вы очаровательный человек. Но вы меня понимаете. Он в глубине ресторан. Спасибо. Мы никуда, по сути, не ехали сейчас. Блыхануешься. Эй, Ники, как поживаешь? Хорошо. Твой придурочный ландский гружок. Говоришь, что ты ничего. Говорить на тебя можно положить. Но могу ли я доверять тебе? Почему-то решил заниматься подобными вещами. Потому что мне нужны деньги. А другого ничего делать не знаю. Кому же, у меня здорово получается. Ну, разумеется. А еще я кое-кого ищу. Что ж, может быть, я и смогу помочь. Посмотрим, что можно сделать. В общем, у меня есть друг. Только он мне вроде и не друг больше, потому что он решил не платить мне. Ясно. Видимо, этот парень не уважает бизнес по переработке отходов. Он живет на Галу, струнной авене. Его зовут Тедди Бенни... Видес. Сделай, что ты должен. Если кому-то в организме умереть, пусть так и будет. Отлично. Ты мне заплатишь? Прикалываешься? Я заплачу двойную цену. Но если ты облажаешься... Тогда случится страшное. Не случится. Поезжайте в живой квартал. Эй, стой, 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 стой. Такси. Такси. Обратите внимание на этого парня. Алонзо. Один из тех парней. Хорошо. Я помню эту миссию. Она не сложная, в принципе. Первые задания каких-то людей, они не сложные. А вот потом начинается уже... Текстовое сообщение может... Поможет вам найти Алонсо. Я помню, как он выглядит. Я посмотрел на эту фотографию. Похоже, что это он. Вот этот. Ты знаешь, в какой квартире живет? Тони Беннавидис. Ну, не знаю никаких ты идей. Уверен? Ты хочешь, чтобы эта ложь стала твоими последними словами в жизни? Черт, чувак. Он живет на последнем этаже. Квартира. В среднем несколько джей. И принесли к сгибаться по лестнице лифтам не ходит. Что ж, хорошо. Пропусти ее. Так, лифт здесь. Эй, тидог, кто-то поднимается. Не знаю, как он узнал, где ты живешь. Но... Будь осторожен. Черт, японский ты, городовой. Надо было пристрелить его раньше. Чувак, кайфовый. Так, с другой стороны, никого нет. Куда ты зашел-то? Нам не сюда надо идти. Стоп, там кто-то есть. Ночью-то... 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 Погорел! Сергей-то! Сергей-то! Южнем. Поехали! Поехали! Да, да, да! Там он! Там хрень! Нет! Это означает бизнес! Он там! Ох... Дай мне смею, муфа! Ты умер, друг! Вот зря я сказал, что это миссия несложная. На самом деле она еще какая сложная. Опа! Ну, аптечка не пригодится. Я думаю. Упс! Тормозишь! Он пытается выбраться на крышу. Отлично! Стоп! Тут еще кто-то остался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok